всем привет я все-таки решилась на одну покупку которую я в принципе еще и в школьные времена очень любила когда у нас начиналась биология генетика позже потом в колледже мы рассматривали всякие мелкие предметы и вот все таки я решилась на микроскоп вот и на данный момент я увеличила нижнюю нижнюю вот эти вот пластинки у грибов на данный момент у меня в шампиньоны были мы сегодня в лесу собирали собрали правда прям на супчик прям крапулечку но бы есть вот что я хотела показал так стол у меня трясется не буду до него дотрагиваться что я вам хотела показать вот микроскоп я сразу поставила чтобы точнее телефонный микроскоп чтобы было вам понятно это вот самое минимальное десятикратное увеличение видно что есть споры теперь все тут визуально глазом не знаю может быть на просвет еще что-то можно было бы увидеть но не так дальше идем дальше у нас идет уже еще плюс 10 получается двадцатикратное увеличение тут уже более-менее видно вот эти споры ну и плюс еще камера очень-очень плохо на ней видно на самом деле я даже не знаю как настроить так чтобы было видно чтобы не сбить потому что это очень сложно но давайте я все-таки наверно вот так вот оставлю общем вот так и самое большое увеличение это у нас сейчас если не сдвинется потому что там все впритык вот это 40 вот это 40 40 увеличения жалко надо стекло купить потому что она вроде бы видно то видно а вот все равно что-то вот не получается но в любом случае видно что здесь вот эти споры в оболочке это тут маленькие такие их видны все равно засвечивает все засвечивает ну вот вот так даже и да вот так даже видно клетки кстати некоторые потому что если у меня просто подсветка стоит под как сказать под самим объектом поэтому еще хоть как-то видно если я уберу будет плоховасто видно но видно чуть-чуть мне еще надо научиться им пользоваться если вообще ничего не видно здесь что-то видно ну я учусь честно учусь как это все лучше сделать ну вот видите все на плохо видно когда под диод мой объект который я снимаю диод номер я телефоном подсвечиваю вот даже вот на просвет все видно прикольно ну сравните вот это и вот это ну разница конечно есть вот так без подсветки это примерно выглядит вот так тут с этим можно менять цвет есть такое такая подсветка свеком получше сделаем есть такая подсветка есть вот такая подсветка можно яркость уменьшать тоже кстати удобно сейчас попробуем на другой режим я вот думаю если допустим не подсветить к примеру да вот выключить тут здесь наоборот подсветку я не буду в общем дальше вот так вот все устраивать беседы примерно вы увидели как это все выглядит извиняюсь за мой рабочий стол в общем вот такой вот крокодил фиолетового цвета а вот кстати тот объект который мы снимаем сейчас я покажу вам вот он можно еще вот так сделать вот она подсветка то есть можно уменьшить можно увеличить разный режим есть и тут и там светится все можно просто даже у такой света стоит но чтобы было более-менее понятно кстати у муссов можно его убрать то есть вот это вот мы сейчас смотрели но на самом деле круто вот я вооруженным глазом даже на просвет я наверное не увижу эти спор вот такие вот дела будем дальше смотреть я вот в лесу нашла вот эту заразу я не помню как она называется кто вспомнит на комментариях напишите я ее убрала с дерева думаю ну может хоть хотя бы меньше размножаться этот вирусняк будет такой вот мне главное дома его чтобы нигде не разнести иначе моим цветом тоже хана будет так что все это дело выкинется обработается руки помоются и потом только я буду дотрагляться до своих растений ну вот можете поздравить меня с приобретением так кстати я не сказала как он называется но я напишу я подпишу видео в любом случае эврика вот микромет эврика хотела себе микромет другой взять какой-то там с 11 лет но продавец сказал нет смысла проще говорит вот такой вот взять все ну вот и насос такой фиолетовый друг все всем спасибо есть вопросы задавайте как смогу так и отвечу всем пока